Гвидо Витиелло. Читатель на кушетке. Мании, причуды и слабости любителей читать книги. Глава первая. Как лечить чужой невроз при помощи самоанализа. С тебя пять центов. Люси Ванпельд. Автор ссылается на популярный в Италии американский комикс «Пинатс». Эту фразу часто говорит одна из героинь комикса. Здесь и далее приводится примечание переводчика, если не указано иное. Есть одно давнее высказывание. Его, как правило, приписывают драматургу Джерому Лоуренсу. Но я считаю, что его породил острый ум английского хирурга лорда Альфреда Уэбба Джонсона. И звучит оно примерно следующим образом. Человек с неврозом строит воздушные замки, человек с психозом живет в них, а психиатр взымает арендную плату. Эта фраза кратко резюмирует суть нашей книги. Достаточно лишь заменить замки на книжные шкафы. Кто-то воспримет ее слишком буквально и найдет некое мрачное соответствие между домашней библиотекой безумного книголюба и палатой с мягкими стенами в психиатрической лечебнице. Вспомните хотя бы Жана Дес Эссента, парижского денди из романа Жориса Карла Гюисманса наоборот. Этот персонаж велел обить стены и потолок своего обиталища Софьяном, чтобы жить не просто в доме, а как будто в огромной книге. Или синолога Питера Кина, главного героя книги Элиаса Конетти «Ослепление». Он облицовывает книгами стены, заставляет ими все от пола до потолка, даже закрывает ими окна наглухо, довольствуясь одним единственным слабым источником света — дырами в потолке. Как можно заподозрить, ничем хорошим это не закончилось, чего и следовало ожидать, хотя бы исходя из оригинального названия романа — «Аута да фе», а также ввиду одного весьма простого соображения. Бумага, как правило, легко воспламеняется. Или же подумайте о Карлосе Брауэре, обезумевшем библиофиле из бумажного дома Карлоса Марии Домингеса, который построил на затерянном пляже лачугу из книг, использовав их вместо кирпичей. «Он, должно быть, бродил там, пока возводилась стена, подавал томик Борхеса, чтобы закрыть нижний ряд под окном, Вальеха — около двери, сверху — кавка, а рядом — канты, прощая оружие Хемингуэя в твердом переплете. А дальше — Картасар и всегда объемный Варгас Льоса, Валья и Инклан с Аристотелем, Камюс Марасали и Шекспир, отвратительно связаны с марлоцементным раствором. «Все обреченные на возведение стены, на отбрасывание тени». Перевод Карабенко «Ну и что с того, скажете вы? Это ведь всего лишь романы». Однако вы заблуждаетесь. В исторических документах прошлых столетий, особенно относящихся к XIX веку, описаны и куда более жуткие случаи помешательства. Один такой чудак, англичанин сэр Томас Филлипс, вбил себе в голову, будто он просто обязан обзавестись всеми доступными в то время книгами, а когда он умер, то в завещании запретил кому бы то ни было приводить в порядок его нечеловеческих размеров библиотеку. Его коллекция хранилась в отдельном здании в неоклассическом стиле, напоминавшем Порфенон. К тому же он особенно настаивал, что в это хранилище ни в коем случае не должен попасть его Шурин, так как Филлипс подозревал он его в краже рукописей. Его соотечественнику, сэру Ричарду Геберу, пришлось купить целых восемь домов, четыре в Англии и еще четыре на континенте, чтобы туда поместились все его книги, так как он покупал каждую из них в трех экземплярах. Один он хранил на полке, второй читал, а третий мог одолжить друзьям. Наивысшая, исключительная степень библиомании даже подтолкнула отдельных людей к совершению преступлений. Как правило, эти случаи со временем становятся подобием городских легенд. Например, клептомания, которой страдал один математик, граф с как будто нарочно выбранным для него именем Гульель Малибри, что по-итальянски значит «книги». Известен также случай серийного убийцы Иоханна Георго Тиниуса, протестантского священника, который отправил на тот свет двух богатых вдов, проломив им черепа молотком, только бы унять свою безумную тягу к литературе. И, конечно, нельзя не упомянуть о так называемых «пожирателях», по крайней мере, те из них, кто поедает конкретно бумагу. Думаю, у каждого из нас в школе был такой одноклассник. Так вот, один аристократ XVIII века по имени Эрнст Иоганн Берон не оставил этого занятия, даже когда повзрослел. В общем, всё как в самых благопристойных семьях. В нашей родословной книголюбов тоже обязательно найдётся какой-нибудь безумный дядюшка, чей портрет благоразумно прячут на чердаке. Эти случаи помешательства изучают психиатры, их каталогизируют криминологи и с нездоровым усердием расследуют те, кому по нраву всякие диковины. Но в этой книге речь пойдёт не о них. Автор может разве что иногда указать на них пальцем, ведь они своего рода страшилка, призрак, которым пугают, желая предостеречь, да нельзя преувеличенные примеры дурных привычек, проявления которых в жизни, как правило, выглядят куда менее вопиющими. В общем, мы будем говорить не столько о читателях, одержимых психозом, сколько о расстройствах, свойственных невротичному читателю. А он, в свою очередь, никто иной, как обыкновенный читатель, собирательный образ которого ещё сто лет назад набросала «Вирджиния Вулф», и её описание до сих пор звучит актуально. Обыкновенного читателя, писала она в 1925 году, следует отличать от критика и учёного. Как правило, он не отличается прекрасным образованием, если совсем честно, даже не особо умён. Он читает ради удовольствия, а не чтобы поделиться знаниями с другими, или же оспорить, осудить чужое мнение. Поэтому он может позволить себе читать в спешке, поверхностно и не вдаваясь в детали. Он может как угодно выстраивать и ломать миры в своём воображении, но в процессе чтения стремится по наитию, неведомо из какого сора, сам для себя создать нечто целостное. Перевод Рейнгольд. Вот они, те самые воздушные замки, которые возводит невротичный читатель. Этот портрет появляется на первых страницах известного сборника эссе Вирджинии Вулф, который носит то же название. Обыкновенный читатель. Он играет роль своеобразной приветственной таблички при входе в храм. Её специально повесили там с дружественными намерениями, чтобы проходящие мимо люди, или даже обычные зеваки, не убоялись и не сбежали. Жаль лишь, что если как следует присмотреться к этому обыкновенному, то есть самому распространённому типу читателя, окажется, что он встречается не так часто, как казалось. Но чтобы заметить это, нам придётся войти в храм чтения через боковую дверь. Сделаем шаг назад и вернёмся в начало эссе. Там мы увидим, что свой дружелюбный и весьма листивый портрет обыкновенного читателя писательница предварила посвящением, адресованным Литтону Стрэйчи. Близкий друг Вирджинии Вулф, так же, как и она, критика и литератор, он получил среди членов группы Блумсбери прозвище «Великий Стрэйчи». Это произошло не потому, что его как-то особенно любили, не с целью иронично поставить его в один ряд с Великим Гэтсби или Александром Македонским, а чтобы отличить его от малого Стрэйчи, его младшего брата Джеймса, психоаналитика и переводчика. Последний известен тем, что представил английскому читателю работы Зигмунда Фрейда, а сам в 20-е годы был его пациентом. А вот и наша боковая дверь. 19 марта 1930 года младший Стрэйчи прочитал в лондонском отделении Британского психоаналитического общества доклад на тему «Некоторые проявления бессознательного причтения». Первый удар по самолюбию обыкновенного читателя Стрэйчи заметил за несколькими своими пациентами странные привычки, похожие на ритуалы. Например, один из них при чтении испытывал огромные затруднения и вел себя скованно. Причиной тому были многочисленные запреты, которые он сам и придумал. Он всегда держал в руке карандаш и внизу каждой страницы ставил галочку, но только если был совершенно уверен, что полностью понял ее содержание. И это, прошу заметить, в те дни, когда он чувствовал себя хорошо. В обратном же случае он отмечал галочкой каждый абзац или каждую строчку. В самые тяжелые времена, или же когда книга казалась ему особенно важной, галочка появлялась после каждого слова. Стоит ли говорить, что читал он мало, зато карандашей извел немеренно. Другого пациента Стрэйчи, корректора по профессии, как мы увидим далее, это отдельный тип патологии, постоянно преследовала мысль, что он пропустил какую-то чудовищную опечатку, из-за чего ему приходилось постоянно читать и перечитывать одно и то же место. Подобные случаи доказывают, что чисто теоретически обыкновенный читатель Вирджинии Вулф берется за книги «For his own pleasure», то есть из удовольствия, но на самом деле это чувство временами совершенно ему недоступно. Однако давайте спросим себя, откуда берется удовольствие от чтения? Удовлетворение каких скрытых желаний мы таким образом сублимируем? Стрэйчи так отвечал на этот вопрос. Помимо скопофилии, любви к подглядыванию и влечения мональной фазы развития, любовь к порядку и складированию, основополагающую роль играют влечения, возникающие в оральной фазе. Эту параллель можно проследить на примере распространенных метафорических сравнений. Читателя называют ненасытным, есть книги, которые сложно переварить или и те, которые проглатываешь мигом. Если человека, полностью погрузившегося в книгу, отвлекает какой-то внешний раздражитель, он ведет себя прямо как младенец, намертво вцепившийся в материнскую грудь. Стрэйчи замечал, что дети в процессе чтения не случайно держат под рукой что-нибудь съестное или в крайнем случае тянут в рот пальцы. Взрослые же устраиваются в самом удобном кресле с трубкой и бокалом виски с содовой. Естественно, он имел в виду тех, кто жил в 30-е годы. Мы же с вами видели этих людей только в фильмах. И до этого места все вроде бы как звучит складно. Однако, оральная стадия психосексуального развития, как пишет Фрейд, делится на две части. Поэтому за безграничным счастьем беззубого грудничка наступает садистическая фаза. Именно там, по мнению Стрэйчи, берут начало описанные им затруднения при чтении. Когда страсть к разрушению берет верх, мы больше не можем без тени сомнения впитывать слова других людей. Мы пробуем их на зуб, пережевываем и измельчаем, хотим как следует распробовать, прежде чем проглотить, потому что боимся. Вдруг они ядовитые. Вот и объяснение навязчивых странностей двух его пациентов. Что такое книги с точки зрения бессознательного? В этом месте доклад Стрэйчи принимает весьма неприятный оборот. Нам остается только надеяться, что он произнес его, выждав достаточно времени после приема пищи. Но об этом позже. Скажем лишь, что постепенно принимая все более визионерский тон, психоаналитик изобразил книгу как своего рода огромный театр, на сцене которого разыгрывается пьеса об Эгипе. Пустая страница, материнское тело, напечатанные слова, оплодотворяющие, но в то же время оскверняющие это тело мысли отца, а читателю отведена роль сына. Он желает силой проникнуть в тело матери, пройти сквозь него, узнать, что там внутри, вырвать с корнем любые упоминания об отце, поглотить его слова, присвоить их себе и таким образом осеменить ими себя. Вот почему, кратко замечает Стрэйч и в конце своего выступления, многие читатели подчеркивают слова в книгах, оставляют на страницах каракули, истязают их, загибают уголки страниц, а настоящий книголюб, видимо, замкнутый в треугольнике адипово комплекса, с ужасом глядит на самые безобидные из этих покушений. Подведем итог. Под маской обыкновенного читателя кроется грудничок, постоянно совершающий одни и те же действия, любитель подглядывать, человек, помешанный на порядке, садист, насильник, готовый совершить инцест и отце-убийца. А теперь давайте попросим прощения у Бадлера, ведь он в «Цветах зла» назвал читателя всего лишь лицемерным. Отсылка к стихотворению, открывающему сборник «Цветы зла». «Лицемерный читатель, мое подобье, мой брат». Чтение — это вредная привычка, такая же, как и все те, к которым мы возвращаемся с живейшим удовольствием, в которых находим себе убежище и замыкаемся, которые утешают нас и помогают справиться с мелкими разочарованиями. Так писал поэт Валерий Ларбо в те же годы, когда Вирджиния Вулф льстила обыкновенному читателю в своем эссе. Вместе с тем, в отличие от прочих навязчивых и неконтролируемых привычек, в случае с чтением за грех не полагается наказание. По-французски это явление называется «весампени» — «порочная склонность», которая, однако, создает у нас обманчивое ощущение, будто посредством ее мы приближаемся к добродетели. Из этого следует, что чем сильнее мы отдаемся этому пороку, тем больше похвалимся. Мы нашли корень всех тех проблем, от которых страдают читатели. Об этом мы и поговорим далее. Среди писателей никто так и не смог лучше раскрыть эту тему, чем Сомерсет Моем в рассказе «Сумка с книгами». Одни читают для пользы, что похвально, другие для удовольствия, что безобидно. Немало людей, однако, читают по привычке. И это занятие я бы не назвал ни безобидным, ни похвальным. К этим последним отношусь, увы, и я. Разговор, в конце концов, нагоняет на меня скуку, от игры я устаю, а собственные мысли рано или поздно истощаются, хотя, как утверждают размышления, лучший отдых благоразумного человека. Тут-то я и хватаюсь за книгу, как курильщик опиума за свою трубку. Чем обходиться без чтения, я уж лучше буду читать каталог универмага Army and Navy или справочник Брэд Шо, издававшийся в 1839-1961 годах справочник расписания движения на железных дорогах в Великобритании. Кстати, каждая из этих изданий доставила мне немало приятных часов. Было время, я не выходил из дому без букинистического списка в кармане. По мне так нет чтения лучше. Разумеется, такое пристрастие к чтению столь же предосудительно, как тяга к наркотику. И я не перестаю удивиться глупости великих книгачеев, которые только потому, что они книгачеи, презирают людей необразованных. Разве с точки зрения вечности достойнее прочитать тысячу книг, чем поднять плугом миллион пластов? Давайте признаемся, что мы также не можем без книги, как иные без опия. Кому из нашей братья неведомо беспокойство, чувство тревоги и раздражительность, когда приходится подолгу обходиться без чтения и вздох облегчения, что исторгает из груди вид странички печатного текста? И будем по этой причине столь же смиренны, как несчастные рабы иглы или пивной кружки. Перевод Куняева Такими словами могла бы начинаться в теории терапия, излечивающая людей от книгозависимости. Как и в знаменитой программе «12 шагов», которую используют анонимные алкоголики, первый шаг в ней признание проблемы и собственного поражения. Мы должны сознаться, что находимся под властью некой силы, во много раз превосходящей наши возможности, и что эта сила не имеет никакого отношения к удовольствию от чтения, по крайней мере, не больше, чем алкоголизм к увлечению винной культурой. Впрочем, обе эти вредные привычки прекрасно сочетаются. Как выразился любящий выпить читатель из другого рассказа Моэма «Нечто человеческое» «Я попробовал на вкус одну фразу, она была лучше вина». Перевод Галь По иронии судьбы, осознание того, на какой запущенной стадии находится моя книга «Зависимость» буквально пришло ко мне по почте десять лет назад. Мне доставили загадочную посылку, в которой была книга некоего Эрнеста Курца под названием «Не бог. История анонимных алкоголиков». Откуда она взялась? Ее доставили по ошибке? Кто подарил мне ее? И зачем ему присылать именно мне книгу из четырехсот пятидесяти страниц, повествующую об истории А.А.? Я должен был сделать из этого некий вывод? Или какой-то бандит выносил мне предупреждение? Или же мне кто-то угрожал? Когда я наконец узнал правду, то она задела и огорчила меня куда больше, чем все ранее перечисленное. Оказывается, я сам заказал эту книгу в приступе безумного накопительства, а потом забыл о ней. Этот распространенный тип невротического поведения подробно рассмотрел в своей книге «Духовные письма» философ Джузеппе Ренси. «Сколько раз тебя должно быть охватывало чувство, будто раз у тебя нет той или иной книги, тебе не хватает чего-то основополагающего, чтобы считать себя культурным человеком. Ты долго сопротивляешься искушению купить эту книгу. Но тщетно. Чем сильнее ты противишься, тем более необходимой кажется тебе эта покупка, и тем более постыдным сам факт ее несовершения. Наконец, когда ты все же сдался и приобрел ее, бегло просмотрел содержание и пролистал несколько страниц, то мгновенно ощутил, что она уже не так сильно нужна тебе, поэтому ты долго не решался взяться за нее, а то и вовсе даже не начинал ее читать. Нечто подобное происходит и с влечением к женщинам». Это своего рода книжное донжуанство, и к человеку, страдающему им. Вполне можно было бы применить в качестве эпитета неологизм, придуманный итальянским издателем Ванни Шейвиллером. Либридинозу, то есть книгоблудник. Возможно, так и следует назвать общество подобных людей. Анонимные книгоблудники. Вот только надо заметить сладострастие, наименьшее из присущих нам, книгачеям, грехов. Вам стоит почитать книгу Луи Баю Мерме о библиомании 1761 года, чтобы узнать, что одержимое этой страстью с одинаковым успехом предается и всем прочим смертным грехам. Такой человек не только склонен к унынию, он буквально живет в лавках книготорговцев и таскается из одной в другую в компании своей тоски.